Музыка Набирает обороты компания противодействия местных органов власти Министерства обороны. Городской совет Вулканежд принял заявление, в котором объявил об отказе участвовать в призыве и верять молодых людей такому министру обороны, как Виталий Маринутца, за четыре года нахождения которого на данном посту уже погибло восемь военнослужащих. Народная пословица о том, что рыба гниет с головы, сто раз справедлива для армии. В закрытой мужской среде, со своими уставами, сложившимися традициями и укладом жизни, корни, отличающимися от гражданской жизни, все зависит от командиров. И если в этом коллективе есть дедовщина, унижение человеческого достоинства, то главным виновником этого является министр обороны. От его профессионализма, от его мудрости и отношения к солдатам зависит не только военная подготовка, но и жизнь каждого военнослужащего. Именно эти качества отсутствуют у нынешнего министра обороны. Местные советники коммуны Яблона Гладянского района считают, что в отставку должен уйти не только Виталий Маринутца, но и президент Николай Тимофти, который, будучи верховным главнокомандующим, фактически покрывает преступления, совершаемые в рядах вооруженных сил. В последнее время в нашей стране происходят непонятные и, можно сказать, страшные вещи. На протяжении последних нескольких лет нашей доблестной армии погибают солдаты. Наше правительство на все опускает глаза, а глава Министерства обороны в лице Виталия Маринутца нагло смотрит в глаза народу и врет. Мы соболезнуем родителям, которые потеряли своих детей, но не забываем, что многие матери переживают за своих сыновей, которые сейчас находятся в национальной армии. Начальники нашей армии не умеют работать в этой сфере, не умеют наладить отношения с солдатами, значит им не место в армии. Мы, советники коммуны Яблона, считаем, что Виталий Маринутца, министр обороны, а также президент Республики Молдова должны уйти в отставку, чтобы хоть как-то оправдаться перед своим народом. Национальная армия Республики Молдова создавалась в трудных условиях и в тяжелые времена для молдавской государственности, говорится в декларации Совета ветеранов столичного сектора Чентру. Однако в последние годы, вследствие безобразного управления, осуществляемого действующим командованием, в вооруженных силах сложилось катастрофическое положение, считают ветераны. Выражаем обеспокоенность в связи с тем, что нахождение в дальнейшем господина Маринутца во главе Министерства обороны стимулирует преступления в рядах армии, еще более ухудшает ситуацию в сфере обороны страны. Данная ситуация ставит под угрозу адекватное функционирование персонала вооруженных сил, а смерти, унижения и пытки в вооруженных подразделениях могут приобрести катастрофический размах. В этих условиях опасно отдавать молодых людей на воинскую службу под руководством Маринутцы. В целях обеспечения безопасности наших детей требуем незамедлительного возвращения ситуации в законное и упорядоченное русло. Представительницы женской общественной организации, объединяющей жительниц 10 населенных пунктов Гладянского района, также объявили, что будут препятствовать призыву молодых людей в национальную армию, поскольку боятся за их жизнь и здоровье. Как мамы мы не можем быть безучастны к тому, что происходит. Попытки скрыть случаи гибели, издевательств над нашими детьми обязывают нас всеми возможными и невозможными способами сделать так, чтобы у молодых людей не было желания проходить военную службу в молдавской армии. Сколько еще молодых солдат должны пострадать? Сколько скорбящих матерей и семей должны проводить своих детей 19-20 лет в последний путь, чтобы так называемый президент Молдовы осознал, что генерал Маринутца должен быть отправлен в отставку в срочном порядке? Правозащитная общественная организация Молдова-Тынеры требует принятия срочных мер для нормализации обстановки и морального климата в рядах вооруженных сил и возвращения деятельности Министерства обороны в законное русло. Первое. Немедленная отставка министра обороны Виталия Маринутцы. Второе. Введение постоянного гражданского контроля за деятельностью Министерства обороны. Третье. Проведение международного и общественного аудита собственности и средств вооружения, находящихся на балансе Министерства обороны. Четвертое. Проведение общественной проверки всех структур национальной армии, в том числе через неправительственные организации и любые инициативные группы. Пятое. Возбуждение уголовных и административных дел по всем фактам преступлений и правонарушений, имевших место в рядах национальной армии и предоставления публичного отчета правоохранительных структур по данным материалам. Осуществление постоянного надзора со стороны центральных и местных органов власти за деятельностью Министерства обороны потребовали и местные советники поселка Кодру. Мы обеспокоены текущим состоянием дисциплины и менеджмента в национальной армии, руководимой министром Моринуцей. Такое состояние дел представляет собой благоприятную атмосферу для роста преступности в рядах военных и делать невозможной оборону страны. В этих условиях родители считают очень опасным отдавать своих детей в национальную армию, руководимую Моринуцей. В целях обеспечения безопасности наших детей категорически требуем вернуть деятельность оборонного ведомства в юридическое поле, жестко пресекать любые нарушения действующего законодательства в национальной армии, а также отставки министра Виталия Моринуцы. А ветеранская организация столичного сектора Ботаника считает, что у действующего министра обороны нет морального права не только продолжать находиться на данном посту, но и занимать любые руководящие должности в вооруженных силах. Он полностью некомпетентен, и все его действия за четыре года в высокой должности приносили вред армии и государству. Считаем, что любые попытки оправдать Виталия Моринуцу или принизить его степень вины в смерти солдат – есть соучастие в убийстве молодых ребят. Все виновные, невзирая на должности и положения, должны понести заслуженное наказание. Республика Молдова Республика Молдова нуждается в независимой системе выявления и отслеживания случаев врачебной халатности, поскольку медицинские учреждения, как правило, покрывают врачей, допустивших ошибки, и те избегают уголовной ответственности. Таково мнение парламентского адвоката по правам ребенка Тамары Пламодиалы. На специально созванной пресс-конференции она заявила, что действующее законодательство не предусматривает санкции за врачебную халатность. В итоге жертвы врачебных ошибок не могут требовать и получать компенсации. Республика Молдова Примеров врачебной халатности у парламентского адвоката, к сожалению, предостаточно. Многие из них касаются детей. В начале прошлого года простейшая операция по удалению миндалин, проведенная в одной из кишиневских больниц, привела к гибели на операционном столе 13-летнего подростка. Или другой вопиющий случай. По вине медработников новорожденный задохнулся от удушения пуповиной. Другой ребенок 2012 года рождения из-за недосмотра врачей при родах на всю жизнь остался инвалидом. Еще один ребенок оглох от вакцины против бронхиальной астмы. А девочка нуждается в целой серии операций, потому что врачи отказались вовремя ее лечить, когда она сломала руку. В результате у ребенка начались осложнения. Последний вопиющий случай произошел в селе Былцата, когда сразу 18 детей оказались в реанимации после проведения медицинской процедуры. Правозащитники жалуются на отсутствие правовых норм, дающих право пациентам добиваться возмещения ущерба за неправильное лечение. Продолжение следует... И это не случается, что это не случается. и у нас были травмы по жизни, в том числе родителей, которые у них дадут, чтобы собрать с помощью необходимого материала, чтобы тратить из-за психологии, и, конечно, чтобы спать все эфиры для тратения детей. В противном случае, мы видим, что возникают больше изменения, для того, чтобы не демонстрировать По словам Тамары Пламодиалу, и в этом году были зарегистрированы случаи врачебной халатности. Например, 13-летний подросток был вакцинирован в школе без согласия родителей, а теперь не может ходить. По мнению правозащитника, одним из решений данной проблемы могло бы стать открытие специальной бюджетной линии, которая бы покрывала расходы родителей на лечение детей, пострадавших от врачебной халатности. А допустившие при лечении грубые ошибки медики, считает парламентский адвокат, в обязательном порядке должны наказываться. По неофициальной статистике, в Республике Молдова каждый третий диагноз врачи устанавливают неверно. Троян Басецку Находясь с официальным визитом в Кишиневе, Троян Басецку рассказывал басни, обсуждая вопросы, не имеющие отношения к его компетенции, в частности строительство Яско-Унгенского газопровода и предоставление стипендий молдавским студентам. С таким заявлением выступил премьер-министр Румынии Виктор Понта. Мне не понравилось, когда я увидел вчера президента Румынии в Молдове, говорящим всякого рода вещи, не связанные с его компетенцией. Предоставит стипендии, не имеет никакого отношения к стипендиям президент. Это сфера Министерства образования и правительства. Построит газопровод. Не построил он никакого газопровода до сих пор, это делает правительство. Я встретился с премьер-министром Лянкой, все это басни, заявил Виктор Понта. Президент Румынии посетил Кишинев с официальным визитом 17 июля, во время которого рассказывал о дальнейшей поддержке Молдовы Румынией. БССКУ заявил, что Румыния увеличит число стипендий для молдавских студентов, а также профинансирует ряд проектов в области энергетики. В частности, глава соседнего государства особо отметил реализацию проекта газопровода Ясо-Унгены, строительство которого начнется осенью. После визита президента Румынии в Молдову в румынской прессе начали обсуждать сценарий возможного вхождения Трояна Басеску в молдавскую политику. Влиятельное бухарестское издание «Диверл» пишет, что одним из результатов визита Трояна Басеску в Молдову было неожиданное приглашение. Примар Кишинева Дарин Киртуака пригласил Трояна Басеску то ли в шутку, то ли всерьез по истечению своего президентского мандата в 2014 году продолжить политическую карьеру в Молдове, сообщает издание. В этой связи в румынской прессе начались серьезные обсуждения возможного вхождения Басеску в молдавскую политику. Как указывает «Диверл» со ссылкой на главу ЦИК Молдовы Юрия Чукана, несмотря на то, что Конституция Молдовы запрещает гражданам, прожившим в Молдове менее 10 лет, выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, у Басеску есть шанс участвовать в парламентских выборах, в выборах мэра или местного советника. Единственным условием для этого является принятие молдавского гражданства, заявил для «Диверл» глава Центризбиркома. С геополитической точки зрения было бы интересным, чтобы президент принял гражданство, участвуя в Молдове в выборах. Войдя в молдавский парламент, Троян Басеску будет очень серьезно давить на многих своих коллег по парламенту. Вне зависимости от того, где он будет находиться, его присутствие на политической сцене Кишинева, будь то в законодательном органе, будь то за его пределами, запустит определенные перемены, как тактического, так и стратегического характера со стороны всех политических игроков с обоих берегов прута, подчеркивается в публикации. Примечательно, что сразу после визита Басеску в Кишинев в румынской прессе уже были опубликованы экономические расчеты присоединения Молдовы к Румынии, включая Приднестровье, которое принесло бы соседнему государству дополнительно почти 4 миллиона населения, рост ВВП на 5,5 миллиарда евро и дополнительную площадь в 34 тысячи квадратных километров, пишет издание Диверу. В Молдову вернулась последняя группа участников Всемирной универсиады, которая проходила в Казани. Наша сборная заняла 43 место в общекомандном зачете. Медали завоеваны в соревнованиях по тяжелой атлетике, боксу, борьбе, самбо и легкой атлетике. Достигнутыми результатами остались довольны как в руководстве Министерства молодежи и спорта, так и сами спортсмены и их наставники. Удачный старт стал стимулом к победе, говорят спортсмены. Только за первых два дня соревнований в копилке молдавской сборной оказались три бронзовые медали. Их завоевал тяжелоатлет Олег Сырги, борцы Анатолий Молдаван и Игорь Бешляга. Всего из Казани молдавские спортсмены привезли две серебряные и 11 бронзовых медалей, что позволило им занять по количеству наград 24 место из 162 стран-участниц. Но на достигнутом, заявили участники универсиады, они останавливаться не собираются. Мы надеемся, что эта этапа будет успешной, и результаты не демонстрируют. И следующая победа, чемпионат Монтал, будет успешной, и не будет успешной. И не будет успешной, и не будет успешной, и не будет успешной. Будем испугать свои ошибки, и идем в хорошей форме, и будем завоевывать, вышли, и рады, и стараться завоевать. На пресс-конференции спортсмены и их наставники делились не только впечатлениями от участия в универсиаде, но и сетовали на весьма скромный гонорар за одержанную победу. Субтитры создавал DimaTorzok По общему количеству полученных золотых медалей на первой строчке расположилась Россия. 155 наград высшего достоинства. Всего во всемирных студенческих играх участвовали 10,5 тысяч спортсменов из 162 стран. Согласно отчету счетной палаты, которая проверяла исполнение государственного бюджета в 2012 году, из-за низкого исполнения госбюджета по 38 категориям доходов, госказна в прошлом году недополучила более 1 миллиарда леев. Виноваты в этом считают ревизоры, как Министерство финансов, не обеспечившее должного уровня собираемости налогов, так и Министерство экономики, которое представило макроэкономический прогноз на 2012 год, не соответствовавший реальности. Согласно отчету счетной палаты, внешний долг Республики Молдова растет. К концу прошлого года сальдо государственного долга достигло 21,2 миллиарда леев, из которых 15 миллиардов леев или около 1,2 миллиарда долларов – это внешний долг. Несмотря на то, что правительство постоянно влазит в новые долги и берет все новые и новые кредиты, уровень их исполнения, констатировали аудиторы счетной палаты, крайне низкий. В итоге по 23 займам внешние кредиторы в прошлом году аннулировали выделение средств на общую сумму в 1,2 миллиарда леев. Астфель, conform информации привынт стоку дотарии для стати экстерне по кредите, на 20 импромутури, на 92 импромутури контрактате, проценту де валорификация – 70%. Тотодатэ, для невалорификации межлакилор в термин, как и неиндеплиниреа униори кондиции контрактualе, для бенефициаря кредита, на ситуации до 31 декабря 2012, в прошлом году аннулировали суммы от 23 импромутури в валоре аккумулатива около 1,2 миллиарда леев. В этом году в году году около 5,2 миллиарда леев, афферент от 3 импромутури контрактата Банка Модиала для финансирования проекта инвестиций и сервисов рурального 2, проекта «Энергетик 2», и для финансирования администрации на проект «Энергетик 2». Присутствовавший на представлении отчета министр финансов Вячеслав Негруца пообещал исправиться и заявил, что просто нужно углублять реформы и укреплять надежность страны в глазах потенциальных доноров, доказывая им, что Молдова способна эффективно осваивать предлагаемые ресурсы. Столкновениями с полицией закончилась в Испании массовая демонстрация против финансовых злоупотреблений в правящей Народной партии. Несколько тысяч человек вышли на улицы Мадрида, чтобы выразить свое недовольство коррупции в высших эшелонах власти. Митингующие требовали распустить правительство, погрязшие во лжи и махинациях. Во время митинга активисты пытались прорваться к зданию парламента, забрасывая полицейских бутылками и камнями. Несколько человек были арестованы. Коррупционный скандал в Испании разгорелся после того, как стали известны результаты расследования против казначея правящей партии, на счету которого в швейцарском банке обнаружили более 20 миллионов евро. Скандал вызвал бурную реакцию испанских СМИ. Журналисты выяснили, что черную кассу, из которой проводились незаконные выплаты членам партии и непосредственно премьеру страны, почти 20 лет пополняли коммерческие фирмы, которые взамен получали выгодные контракты. Если факт получения незаконных выплат испанским премьерам будет доказан, то его ждет импичмент. Сам Мариан Рахой заявил, что не собирается уходить в отставку во имя сохранения политической стабильности. Премьер-министр Исландии подтвердил готовность отказаться от присоединения к Евросоюзу. Находясь с визитом в Брюсселе, новый глава правительства островной страны Сигмундур Давид Гунлауксон объявил, что решение присоединения к ЕС откладывается как минимум до осени и будет зависеть от результатов референдума. Учитывая настроение жителей острова, это фактически означает отказ от евроинтеграции. Визит исландского премьера в Брюссель стал его первой зарубежной поездкой на новом посту, которой он занимается апрель этого года. В ходе совместной пресс-конференции глава Еврокомиссии Жезе Мануэл Борозу напомнил гостю о курсе на вступление в ЕС, взятом его предшественницей. «Поезд уходит и в наших совместных интересах, чтобы окончательное решение было принято скорее», сказал Борозу. Однако исландский политик парировал, что мнение народа превыше всего. На острове менее четверти жителей выступает за присоединение к ЕС. В Великобритании объявлен конкурс на лучший способ выхода страны из Европейского Союза. «Победитель получит награду в 100 тысяч евро». «Очень важно, чтобы это решение было принято после аргументированной дискуссии», заявил Найджел Лоусон, бывший министр финансов Великобритании, премии Brexit. Он объяснил, что идеи могут быть полезными, если по итогам референдума британцы проголосуют за выход из Европейского Союза. Прием заявок на конкурс уже открыт. Участвовать в нем могут как отдельные граждане, так и общественные группы и институты. Сообщается, что денежный приз победитель получит в евро, а не в британских фунтах, не случайно. По словам экспертов, это означает, что выход из ЕС сделает Великобританию открытой для зарубежного сотрудничества и обмена. Кроме того, в этом случае Великобритания не замкнется в себе и своих интересах. Один из последних опросов показал, что 46% респондентов не хотят, чтобы Великобритания оставалась в ЕС. И лишь 30% заявили о желании сохранить членство. Референдум о выходе страны из Евросоюза планируется провести в 2017 году, при условии, что консервативная партия победит на выборах 2015 года. Однако ждать еще 4 года согласны только 29 опрошенных. Остальные хотят провести референдум как можно раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова